Доброе утро в эфире программа Утро ТВ. В нашей программе мы часто призываем телезрителей прислать нам фотографии, видеосъемки каких-то понравившихся им мест, ну чтобы поделиться своей радостью с другими телезрителями. И чтобы подбодрить, так сказать, наших зрителей, чтобы зажечь их режиссерской искоркой, мы сегодня пригласили в нашу студию настоящего видеорежиссера или кинорежиссера, сейчас мы точно узнаем, по крайней мере, автора нескольких фильмов экстремальных, победителя фестиваля шоу Видеофест 2010 и Движение жизни 2012. В общем, автора фильма, в том числе, W. Вот, здравствуйте, Андрей Зажигин, я сразу представлю. И сразу же вас спрошу об этом фильме. Что это за фильм? Я так понимаю, это кадры из него транслируются у нас, да, сейчас на проектор? Да. Что это за фильм W? Это некоммерческий фильм, который мы снимали с моими друзьями на различных площадках, не могу сказать, мира. То есть, в основном это снималось в Кашмире, в Гималаях, также это снималось на Кавказе, в Сибири, даже в Екатеринбурге. Это так много друзей у вас? Да, у меня много друзей. Или вы с одним и тем же составом проехали по разным местам? Нет, состав, к сожалению, менялся постоянно. К сожалению. Актеры постоянно менялись, потому что фильм некоммерческий, гонорары никто не получал за это, все снимались только по собственной инициативе. Ну, получали удовольствие, я думаю. Конечно, конечно. А вот такой вопрос, ради красивых кадров, ради эффектного видео приходится рисковать, вот вам лично, как оператору, как режиссеру? Ну, ради эффектных кадров приходится вливаться в команду, прежде всего, вливаться в команду райдеров и вместе с ними достигать спотов каких-то, каких-то площадок катания, где приходится снимать, вот ни больше, ни меньше. Какого рода экстрим? Это именно горнолыжный, вот сноубордический какой-то? Либо у вас есть там и скалолазы, еще что-нибудь? Может быть, какие-нибудь дайверы? Я думаю, что любого рода, я сам занимаюсь многими видами, и, ну, вот сейчас работа, на которой мы трудимся, это документальный фильм о парапланерной гонке Red Bull X Alps 2011, которая проходила в Европе, то есть мы ее уже отсняли, сейчас она в работе просто находится. Там тоже наши ребята принимали участие? Да, российские спортсмены, там два человека из Москвы, Антон и Женя, принимали участие, и мы как раз о них делаем фильм 40-минутный. Андрей, у меня вот такой вопрос, а в чем, во-первых, из двух вопросов состоит, в чем, во-первых, отличается вот то, чем ты занимаешься от обычного видео, да, и от обычного фильма, вот этот экстремальный вид этих фильмов от обычного, и, самое главное, чем это отличается от домашнего видео? Снимаешь своих друзей, снимаешь, ну да, на профессиональную камеру, как бы, и так далее. Ну, камеры сейчас даже бытовые, камеры, они, в принципе, очень высокие. Они очень хорошие, да. То есть, почему это все-таки фильм, а не просто, ну, видеонарез? Так, на первый вопрос, ответ это, приходится обладать какими-то особыми навыками, чтобы просто элементарно достигнуть какой-то точки съемки. То есть, надо разбираться непосредственно в том, что я снимаю, и приходится, ну, очень глубоко погружаться, скажем так, в суть происходящего. Вот, а второй вопрос еще раз. То есть, почему это не домашнее видео все-таки? Потому что, ну, это все свои, то есть, собрались, сняли, как-то смонтировали, и бах, победили в фестивале. То есть, что жюри, например, в этом видит? Ну, я стараюсь в своих фильмах передать какой-то посыл зрителю, какой-то месседж зашифровать просто элементарно, и не только показать красивую. Когда происходит это каким-то другим способом? Ну, как раз пытаясь какой-то сюжет показать непосредственно в своих работах, и чтобы зритель читал именно какой-то, не только видел красивую картинку, но и ему интересно было смотреть это из-за какого-то сюжета, да, действительно. Андрей, когда ваши фильмы попадают на фестивали, вас судят по каким параметрам то, что происходит внутри кадра, либо как выстроен кадр, какой ракурс взят, там, качество съемки и так далее. По кинематографическим или по спортивным параметрам вас судят? В основном это фестивали именно видео, и оценивают жюри по параметрам съемки именно видео. То есть, ну, конечно, есть параметры оценки интересности происходящего вообще в кадре, но в основном это какие-то режиссеры и люди, имеющие отношение к киноискусству. Два-три места на Урале, куда-то бы посоветовал съездить точно, чтобы посмотреть их и увидеть, познакомиться? Ну, я конкретно мест не могу сказать, потому что Урал большой, очень много интересных мест, интересные, достаточно глухие места есть на Урале. Смотря чем хотите заниматься, смотря для чего, очень много различных площадок. Мне нравятся скалы близ Екатеринбурга, какие-нибудь там на Кауровке. Кстати, да, вблизи Екатеринбурга масса замечательных мест, и сейчас мы продолжим об этом говорить. У нас в гостях был Андрей Зажигин, режиссер экстремальных фильмов. Мы с ним говорили о фильмах о спорте, вот, победившем на фестивале. Фильм «W» назывался. Спасибо большое, Андрей. Ну, а вот по поводу экстремальных видео, наша съемочная бригада тоже сняла такое экстремальное видео. Вот доказательства, у нас есть кадры, фото с этих съемок. Вот, смотрите, нашей съемочной группе приходилось все так балансировать по какой-то разрушенной узкоколейной железной дороге. Они ходили по тальку и даже тонули в нем. Пыль от этого талькового карьера до сих пор лежит на столах в нашей редакции. В общем, сейчас мы вам покажем как раз этот сюжет. Молодой житель Екатеринбурга Ильдар Залеский знакомит с одним из тех мест, где ему нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...